Решающее слово сегодня сказали депутаты Горсовета. На сессии они проголосовали за передачу городского образования в ведении округа. Напомню, 95-й региональный закон, в соответствии с которым образовательные учреждения и имущества должны были быть переданы округу, вступил в силу еще 1 января 2015 года. Но администрация города получила переходный период, который истекает уже через две недели. По дорожной карте, которая была подписана мэром, процедура передачи должна была пройти еще в октябре. Но администрация Наринмара не предпринимала никаких шагов. И если бы депутаты городского совета не взяли инициативу в свои руки, работа образовательных учреждений города оказалась бы под вопросом. Депутаты повторно утвердили перечень имущества образовательных учреждений города, подлежащего передаче ведения региона. Это 20 образовательных организаций, среди них школы, детские сады и учреждения дополнительного образования. На прошлое решение горсовета мэрного жиловета в этот раз учтены все юридические нюансы. Подписываться решение будет только председателем совета депутатов. Администрация соглашается передать имущество, но предлагает это сделать не в соответствии со 122-м федеральным законом, а весьма необычным способом – по договору пожертвования. При этом мэрия настаивает прописать в документе пункт о возврате имущества после прекращения полномочий. По договору пожертвования, как мы слышим, говорят, что мы пропишем условия возврата его обратно, поэтому это будет гарантией. Как по гражданскому кодексу, мы не можем подарить вещь на 10 лет, на 5 лет надо. Мы дарим ее безвозмездно, постоянное, бессрочное пользование. Мы не можем прописать в договоре пожертвования, что я подарю имущество на 10 лет. Возникают и другие опасения. Необычная форма передачи через пожертвования может существенно затянуться. А значит, есть риск сорвать начало образовательного процесса в январе 2016 года. Процедура, которую нам сегодня предлагает городская администрация, к сожалению, не предполагает конкретную дату. Мы это узнаем, когда будет зарегистрирован договор пожертвований. Поэтому говорить о том, что с 1 января перейдет, мы не можем. Депутатским корпусом решено передачу имущества провести согласно 122-му федеральному закону. К тому же процедура уже отработана. И при передаче в регион образовательных учреждений района, и с мэрией, когда год назад в субъект был передан Дом культуры. Настаивают депутаты и на полной передаче имущества. Администрация города решила оставить за собой часть комплекса спортшколы «Старт». Как выяснилось на сессии, лыжа, роллерная трасса, спортивный зал на территории и гараж вчера переданы в собственность муниципального учреждения «Чистый город». Организации, которая занимается благоустройством города, ремонтом электросетей, оказывает ритуальные услуги. Содержит дороги, а вовсе не осуществляет образовательной деятельности. Меня возмутил тот факт, что после того, как на комиссии, а следом на комитете, мы подробно, с учетом всех мнений, выслушали все стороны и приняли решение о голосовании, вдруг чудным образом появляется распоряжение главы о передаче в казну лыжа, роллерной трассы. Я на сессии об этом заявил вслух и сейчас повторю. По моему мнению, это подмена. И с этим фактом надо обязательно разобраться. Такие вещи задним числом не делаются. С юридической точки зрения, пока это спортивный объект, передав спортивный объект в учреждение, непрофильное учреждение, это будет противозаконно использовать его. Но ничего не мешает собственнику перепрофилировать этот объект в соответствии с теми целями, которые есть у соответствующего учреждения. Также Ольга Питунина добавила, согласно законодательству, передать муниципальное имущество можно только в тех случаях, когда оно используется не по назначению или не используется вовсе. Несмотря на все препятствия, решение о передаче имущества образовательных организаций принято депутатами горсовета. По мнению руководителя департамента образования, культуры и спорта Ненецкого округа, если лыжная база старта не перейдет в регион, это не позволит дать госзадание тренерам по лыжной подготовке, а значит и оплачивать их труд. Город же преподносит лыжероллерную трассу не как спортивный объект, а зону массового отдыха. Мы сегодня хотим лишить наш город парковой зоны, можно сказать, зоны массового отдыха. Почему? Говорят, нам настаивают, вы нас поймите, а нас-то почему никто не хочет понять? Горожан-то почему никто не хочет понять? Где, скажите, у нас есть парк? Также в зале звучали предложения увеличить протяженность трассы и сделать на территории зону для барбекю. Наиболее, чего мы боимся, как лыжники, ну и как было озвучено, что хотят сделать из этого комплекса, так скажем, парк отдыха для всех горожан. Естественно, для нас, как для спортсменов, многие знают, что мы там и на лыжах катаемся, на лыжероллерах, возникнут проблемы в том, что мы будем сталкиваться с горожанами. То есть они не будут понимать, что нужно где-то уступить нам место и так далее. На комиссии депутаты города настояли всё же на своём и приняли решение передать всё имущество согласно 122-му федеральному закону. Второй пункт, который мы внесли сегодня в наше решение, это чтобы городская администрация приняла меры передачи этого имущества в течение пяти рабочих дней. Потому что на сегодняшний день всё затянуто неприлично очень далеко, проблемы будут существенные, если дальше продолжать бездействовать. А я повторюсь, я говорю это неоднократно, что мэр и городская администрация сегодня бездействуют. Глава города также присутствовала на сессии. С передачей учреждения образования о ведении региональных властей она по-прежнему не согласна и планирует вновь вернуться к судебным тяжбам. Хотя Верховный суд ещё в октябре постановил о правомощности окружного 95-го закона. И ссылаясь на то, что 131-й закон – это главнее закона образования, головнее от физической культуры и спорта, этот вопрос последующих судебных разборок. Пока по образованию мы не оспаривали. Это был переходящий период. Мы рассчитывали, что переходный период мы убедим, как окружная администрация, чтобы оставить у нас. Но нам не удалось. И право осталось одно – оспаривать в судебном порядке. То есть вы передавать не будете? Ну как мы не передаем? Мы сейчас передаём, но обратно будем возвращать. Несмотря на все попытки оставить образование под крылом муниципалитета, ситуация близится к разрешению. Своим решением депутаты обязывают мэрию передать имущество в кратчайшие сроки. А это значит, что после новогодних каникул образовательные учреждения Наринмара начнут работать в привычном режиме, но в статусе окружных. Алена Валей, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.